А вначале скажу, подписывайтесь на телеграм-канал, все ссылочки в описании, там скидки купон и различные товары, очень даже интересные, даже товары для кемпинга есть, друзья, поэтому переходите и подписывайтесь. Друзья, всем привет, с вами я, Эдскрабер, сегодня поговорим о мега популярном телефоне 2019 года и актуален ли он в 2020 году. Итак, хэштег, стоит ли покупать Redmi Note 7 в 2020 году? Ну, как сказал философ Фрейд. Почему я решил поговорить все-таки об этом телефоне и рассказать, актуален он или нет? У многих, друзья, судя по статистике, у многих Redmi Note 7, потому что это просто пушка-бомба телефон для 2019 и очень интересно, как он поведет себя в 2020 году. Если у тебя есть этот телефон, то лайкос обязательно ставь, ну и пиши, конечно, об этом в комментариях. Первый момент, который я хотел бы отметить, это дизайн. Стыдный ли дизайн для 2020 года? Начнем с передней панели. Вообще, передняя панель очень даже привлекательная, кроме капельки. Она мне, в принципе, сразу же не нравилась, но это так себе на любителя. Сама капелька не очень изящная, не очень эстетичная, не очень хорошо, так сказать, вырезанная. Но если сравнить, конечно, с следующими телефонами Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro, то там, конечно, капелька более красивая, более флагманская, можно так сказать. Но и это, если честно, не очень большая проблема. А вот задняя крышка, друзья, для 2020 года очень и очень даже норм. Во-первых, это стекло, это очень хороший материал. И стекло переливается, смотрится очень красиво, очень бодро. И если вы его показываете, допустим, людям, которые не в курсах в 2020 году, они как бы понимают, о, слушай, это солидный телефон, отличный телефон, красиво смотрится и все остальные дела. Поэтому для 2020 года, друзья, этот дизайн прям очень и очень даже топчик. Поэтому в этом плане он очень даже окей. Второй момент, это процессор. Здесь 660 Snapdragon, знакомый нам со всех точек зрения, облобзанный, облобзанный, просто затестированный со всех точек зрения, с каких-то, в принципе, возможным. 660 Snapdragon, один из самых популярнейших процессоров в 2018 и 2019, кстати, годах. Построен он по 14-нанометровому техпроцессу. То есть это очень и очень старый техпроцесс. Даже Mediatek Helio G90T по 12 нанометрам построен. То есть он как бы еще новее, можно сказать. Но что дают эти 14 нанометров, мы сейчас тоже обсудим. Вообще о 660 Snapdragon, если говорить, то стоял он некогда на легендарном телефоне Xiaomi Mi Note 3. Это был, по сути, предфлагман, ну или даже флагман, если честно. На то время еще не была вот такая сильно развитая линейка компании Xiaomi. Поэтому это был, по сути, флагман. И представьте, во флагмане стоял 660 Snapdragon. В Mi Note 3 были топовые камеры, топовый дизайн. Но вообще в целом это была такая шоколадка, очень красивая для того времени. И одной из больших преимуществ там стояла NFC. То есть, в принципе, за относительно небольшие деньги вы получали как бы полный набор. Так и вот, этот же процессор стоит в Redmi Note 7. То есть тот же 660 Snapdragon с видеоскорителем 512 Adreno. Конечно, это 500 серия. Она не самая мощная, но, по сути, не самая слабая. 500 серия будет справляться неплохо в играх. Не во всех, конечно. И, конечно же, не на ультрах, не на ультра настройках. То есть, если вы настроились его приобрести или кому-то, допустим, подарить или отдать. Если человек играет на каком-то профессиональном уровне в игры или же на оптимальных настройках, на самых максимальных настройках, то, конечно, этот телефон не подойдет. Но если на средненьких настройках и даже ближе к минимальным настройкам, то тогда этот процессор будет справляться очень даже, друзья, на ура. Поэтому в этом плане он работает окей. Что еще хотелось отметить. Если вы не играете в игры, то вам этого процессора просто вообще космос за глаза еще на 5 лет хватит. Потому что этот процессор будет съедать абсолютно все. Серфинг по интернету, смотреть видео. Вся абсолютная повседневка, которая вам нужна. 660 ее будет удовлетворять во всех смыслах этого слова. То есть, здесь вообще проблем, друзья, никаких в этом плане. Все окей. В Antutu он примерно убивает 140 тысяч. Кстати, Antutu исчез из Play Market. Вот такая вот новость. Очень, конечно, неожиданно, печально. Потому что все-таки, ну, я лично люблю тестировать в этом бомжмарке. Вообще, люблю проводить различные тесты. Третий момент, который хотел бы отметить, это Android 10. Мы его все с нетерпением ждем. Я, друзья, подозреваю, что вы просто день за днем проверяете обновление, прилетел ли 10-й Андрюша или нет. Да, его обещали завести на этот телефон. И, конечно, это будет очень здорово. Я отмечу, что в Xiaomi Mi 9T, когда прилетел 10-й Android, то телефон стал более стабильным, более быстрым и так далее. Смотрите, на Redmi Note 8 Pro Андрюша 10-й уже постепенно прилетает. А вот на Redmi Note 7, как бы, статичек пока нет. Но, смотрите, возможно, его хорошо допилят, очень хорошо адаптируют. И тогда вообще понесется очень красиво. То есть, всем раздадут, всем раздадут по красоте. И у вас телефончик не будет тормозить, глючить, а наоборот, ускориться. Станет намного лучше. И вы сможете с удовольствием пользоваться этим телефоном. Но по поводу обновлений, еще следующая тема. Меня очень сильно порадовала в Redmi Note 7. В начале, когда я купил телефон, на самом старте была проблема с батареей просто бешеная. Телефон просто высаживал батарею сам по себе. Вам не нужно было делать для этого ничего. Я высунул симку. Я поставил телефон в режим полета. То есть, абсолютно телефон был в статичном положении. То есть, он ничего не делал. Его ничего не раздражало. Никакой гигагерст не долетел до него. Но за ночь он сел на 5, на 4%. И он всегда высаживал батарею. То есть, в течение времени вы ничего не делаете с телефоном. А он просто-напросто садится. То есть, если вы поедете, вот, зарядите телефон. Он у вас просто высадится и так далее. Если сравнить с iPad, допустим, я iPad зарядил на 100%, через неделю приехал и открывает там тоже 100%. Это нормальная ситуация. Если устройство не работало и было отключено, так сказать, от всех раздражителей, то оно не должно высаживать батарею. Здесь была такая проблема. В общем, друзья, с обновлениями эту ситуацию поправили. И он стал гораздо лучше держать батарею. И это особенно касается, когда телефон используется в активном режиме. То есть, допустим, вы смотрите кинцо, фильмы, играете там во что-то, в YouTube гоняете и так далее. В этом режиме телефон стал лучше держать батарею. И это все только благодаря обновлениям от компании Xiaomi. Поэтому большое им спасибо. MIUI просто выточили для этого телефона. Конечно, не бывает вообще абсолютно хорошей, красивой оболочки во всех смыслах этого слова. Но, друзья, нужно быть скромными и понимать, что все-таки за эти деньги нам всегда присылают обновления. То есть, следят за телефоном. Это очень здорово и очень приятно. По поводу камеры. Как вы знаете, здесь 48 мегапикселей. Также же вы знаете, что это интерполяция. Но вначале о селфи-камере. Если честно, на селфи-камеру я обращаю очень мало внимания. Потому что очень мало щелкаю на нее. Но в целом для меня требование для селфи-камеры, чтобы лицо было видно и все окей. С этой задачей Redmi Note 7 справляется отлично. Так вот, 48 мегапикселей, вы знаете, да? Итак, в стоке эта камера снимает уже, в принципе, очень даже неплохо. Если вам нужна интерполяция, вы выставляете 48 мегапикселей, щелкаете, и у вас разрешение еще становится больше. Как бы камера уже справляется очень даже неплохо. Но, как мне кажется, феномен Redmi Note 7 в том, что вы можете установить сюда Google камеру. И она просто преобразовывает эту камеру на все 100%. Это какой-то космос, какая-то пушка. Просто мега какие-то алгоритмы появляются от компании Google. И телефон начинает щелкать просто как флагман 2019 года. Просто за эти деньги это самая лучшая камера, если вы установите туда Google камеру. Так вот, в темноте она очень сильно преобразовывается. За счет алгоритмов, она за счет этого бешеного ультра просто HDR режима, она вытягивает очень хорошо в темное время суток. Ну и также, конечно, этот HDR очень хорошо помогает в любых, в принципе, условиях. Когда солнечно, когда пасмурная погода дома, напротив света и так далее. То есть, во всех случаях HDR очень сильно помогает, очень сильно решает за счет своих алгоритмов. И, кстати, друзья, 660 здесь очень даже неплохо работает в связке с Google камерой. То есть, он полностью вытягивает все эти алгоритмы и очень даже неплохо решает. То есть, друзья, какое заключение по поводу камеры. Если вы, в принципе, не заморачиваетесь по поводу фото и видео, то на стоке вам просто отличная жизнь предоставлена. Если вам хочется сделать фотографию просто ультра отличного качества, так же, чтобы видео можно было снимать в 4К, то вы устанавливаете сюда Google камеры. И прикол в том, что сюда она устанавливается, ну, просто очень-очень легко. То есть, любой человек может с легкостью установить сюда Google камеру без различных заморочек, там, запариваний и так далее. Пятый момент – это экран. По поводу экрана, друзья, очень коротко. Здесь 6,3 дюйма, это IPS-матрица. Если говорить об этой IPS-матрице, то она отличная для 2020 года. Ну и последний момент, друзья, по поводу цен. На Алиэкспрессе сейчас есть версии 6.64. То есть, смотрите, не совсем стандартная версия, именно 6.64. И нету ни одной глобалки, друзья. Вот такая ситуация на данный момент. То есть, Global Room. А Global Room, если вы не знаете, то не берите. Если понимать, как с этим работать, то, пожалуйста, конечно, можете приобрести, потом перепрошить и так далее. Но вам придется подзаморочиться. В общем, друзья, версия 6.64, то есть, ну, неплохая такая комплектация, это в районе 10200 рублей плюс-минус. То есть, в долларах это примерно 140 долларов, тоже плюс-минус. Ну и вы понимаете, что рубль сейчас скачет то вверх, то вниз. Но, кстати, у официалов не намного дороже. Вы можете приобрести именно глобальную версию. Но там будет уже версия 4.64. То есть, минус 2 гигабайта оперативной памяти. Но, друзья, погоду они сильно не сделают. Итак, вывод, друзья, по этому телефону. Рекомендую ли я его в 2020 году? Да, однозначно рекомендую. Если, допустим, у вас Redmi Note 5, и вы хотите перескочить на новый телефон, а на 8 или на 9 денег не хватает, то можно приобрести 7. Это будет очень неплохая замена. В частности, в отношении камеры. Это прям будет очень хорошее приобретение. Если у вас 7, стоит ли переходить на 8? Мне кажется, нет. А вот на 9 надо очень даже подумать. И также на 9 Pro. Там действительно очень качественное преобразование. Есть большой скачок в плане процессора. некоторых других моментов. Конечно, там будет реально окей. Ну и, друзья, последний минус, конечно, я хотел отметить у этого телефона. Нет NFC. Если вам нужен NFC, то здесь его нет, к сожалению. Это еще один минус этого телефона, о чем я упомянул в самом конце. Друзья, всем хорошего настроения. С вами был я, Эд Скрайбер. Если у вас Redmi Note 7, обязательно плюсуйте, лайкуйте, коммент пишите, друзья. Активите на этом канале. Всем хорошего настроения. Друзья, всех обымаю. А я побежал снимать дальше видосы.